Друзья мои, всем привет! Второй этап формирования уклона в душевом поддоне, в душевой комнате и в сауне. Предыдущий вариант у нас был создание уклона, мы его сделали, и теперь у нас такие вот лучики есть к этому трапу. Все это уже затвердело, и теперь нам нужно сделать еще дополнительные разуклонки. Это у нас дополнительные маяки, потому что одним правилом нам не получится вытянуть все это в идеальной форме. Всегда получится так, что где-то у нас не хватает, допустим, правила, тот не достанет целиком, и получается при смещении его к центру, здесь у нас будет уже цеплять предыдущую заливку, и получается там будет что-то снимать. Поэтому мы устанавливаем дополнительные маяки, чтобы делать разуклонку уже более удобной формы. Здесь мы будем использовать, допустим, одно правило, здесь второе, и будем заливать его частично. В этих местах мы установим маяки таким вот образом, чтобы вытягивать его правило уже вот так. То есть это правило вытягиваем вот так, а то правило мы будем вытягивать вот так. С этой стороны тоже вытягиваем в эту сторону, с этой стороны будем вытягивать уже вот в эту сторону. Но чуть позже покажу, как я это буду делать. Так как теперь нам предстоит установить новые маяки, крайний, как мы помним, мы делаем на отметке 11 сантиметров. А здесь, так как мы уже ставим маяк по факту, устанавливаем правило между двух маяков. С помощью любой подпорки приподнимаем маяк до нужной формы. Далее фиксируем все это опять на клей, горячий клей. Я купил новый пистолет Dexter Power, и с помощью него сейчас я произвожу дополнительные подклейки. Кстати, если учитывать то, что вот этот пистолет работает гораздо эффективнее, чем предыдущий вариант, то работа быстрее проходит и гораздо быстрее схватывается наш клей. И нам не приходится долго ждать для того, чтобы он сработал. И, соответственно, сработа будет идти побыстрее. Там я заклеил, тут я заклеил. Теперь переходим к монтажу вот этих направляющих. Здесь мы делаем точно так же. Устанавливаем правило между двух маяков и приподнимаем маяк до уровня правило, чтобы было все ровно. Сейчас покажу. Примерно вот таким вот образом между двух маяков мы разворачиваем правило и устанавливаем маячок. Такая же процедура нас ожидает вот в этом районе. Сейчас с помощью клея мы просто фиксируем маяк на маяке. Ждем высыхания клея и все у нас готово. Маяк у нас уже установлен первый. Теперь нужно будет установить так же маяк, он там. Как все просто оказывается, да? Если делать это все быстро. Зацените лайфхак. Кстати, вот смотрите, все ровненько. Убираю. Маяк остался неподвижный, потому что клей уже схватился и держит его. Если клей закрепил маяк, то до того момента, пока мы здесь не замажем штукатурочку, маяк будет находиться в этом положении. Используем в работе. Отличный вариант. Ну, в общем, я завершил формирование и установку маяков. Вот так на данный момент выглядит эта картинка. Обратите внимание, видите, все вот эти вот маяки находятся параллельно друг к другу. Здесь у нас один маяк, а здесь получается два. Здесь у нас ровная поверхность, так как здесь будет стоять печь. Здесь ровная поверхность, так как здесь будет дверной проем. Ну, и здесь уже все соответственно уклону. Все, что идет сюда, уклоном сюда. Все, что идет сюда, уклоном сюда. Так, и там тоже такая же у нас картинка. Вот видите, все красиво выглядит. Сейчас мы это можем наблюдать после монтажа маяков. Ну, а после заливки этого уже ничего видно не будет. Поэтому сохраняем в памяти, как это выглядит на данный момент. Ну, и в общем, следующий этап у нас будет усиление маяков. Мы сейчас замешаем штукатурку. Под маяки засудим штукатурную смесь. И уже завтра мы будем производить заливку стяжки. Будем все это делать довольно-таки предельно аккуратно, потому что нам не нужно повредить то, что мы сделали сейчас. и, соответственно, создать необходимый уклон к трапу. Вот. Ну, а потом будем выжидать какое-то время для того, чтобы стяжка наша высохла, и мы могли здесь производить гидроизоляцию. Вот такие дела. Пока работаем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы поняли, друзья, мы приступили к очередному этапу. Это заливка цементно-песчаной смеси между нашими маяками. Разуклонку мы уже сделали. Теперь нам просто остается вдоль этих маяков вытягивать смесь и получать нужный нам результат. Уклон, где-то плоскость. Ну, в общем, результат у нас тоже получится такой, какого мы ожидали. Но при этом, как вы понимаете, состояние везде у нас разное, играет и плавает, то нам желательно иметь сразу несколько вариантов правил. От маленьких до больших. Там у нас еще двухметровые правила есть. И для того, чтобы вот это все можно было вытягивать, и у нас все получалось, нам нужно, чтобы правила у нас были различных размеров. Если вы этого не хотите, то есть иметь несколько правил и с помощью них работать, то, к сожалению, возможно, у вас что-то может пойти не так. Поэтому рекомендую всегда иметь в наличии ну, хотя бы штук пять видов различных правил. Вот. Поэтому сейчас я продолжаю заливать. Ну, а вы смотрите, какой результат у меня по итогу получится. Это у нас будет работа двух дней, но для вас это будет пару минут. За один день, потому что у меня не получится залить, потому что, во-первых, я смесь привез не необходимое количество. Машина все-таки не большая груза, и в итоге все равно мне нужно будет где-то ходить, чтобы мочь вытянуть это все за раз. Поэтому два дня как минимум. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. 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 Добро пожаловать.